Что такое девственность? На этот простой, казалось бы, вопрос не все могут ответить верно. Кто-то скажет о девственной плеве, кто-то о социальном конструкте. Но почему нас вообще волнует этот вопрос? Какое значение имеет сексуальный опыт или его отсутствие? И почему девственности на самом деле не существует? Расскажем в этом ролике. Секс – это, конечно, хорошо. Но вы пробовали подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео? Рекомендуем. Вспомните 8-9 класс. Девочек собирают в школе и ведут на осмотр к гинекологу. Многие из них переживают не о возможных проблемах со здоровьем, а о том, что врач узнает, что у кого-то уже был секс. И не просто узнает, но и расскажет родителям, учителю и всем вокруг. Подобные страхи ярко показывают, как в нашей культуре относятся к девственности. Девочек воспитывают с мыслью, что потерять ее стыдно. Хотя многие до конца не понимают, почему и что в этом неправильного. Главный миф, связанный с девственностью, – это существование девственной плевы. Сегодня от этого названия отказываются, заменяя его словосочетанием «вагинальная корона» или медицинским термином «гемен». Что же не так с девственной плевой? Есть стереотип, что это непроницаемая пленка, которая находится во влагалище и рвется при первом проникающем сексе. Гемен действительно может быть непроницаемым, но тогда речь идет о патологическом состоянии. Непроницаемый гемен блокирует менструальные выделения. Обычно же гемен – это небольшая складка из соединительной ткани у входа во влагалище. Его строение бывает разным, а у некоторых он вообще отсутствует. При проникающем сексе гемен может растянуться или надорваться. Поэтому его наличие или отсутствие не говорит о том, ведет ли женщина половую жизнь. Существует также миф, будто при первом половом акте и, соответственно, потери девственности, должна быть кровь и боль, которые подтверждают разрыв гемена. Однако это вредный стереотип. В норме ничего такого быть не должно даже в первый раз. Если партнер был деликатен и аккуратен, а девушка расслаблена и готова к близости, все пройдет хорошо и дискомфорта не будет. А кровь и болевые ощущения говорят о разрывах и повреждениях, которые могли произойти как с геменом, так и со стенками влагалища. Например, боль может говорить о напряженном состоянии влагалища, а значит, неготовности к половому акту. У большинства женщин гемен либо рвется сам по себе в ходе взросления по разным причинам, либо же не рвется вообще. Поэтому это точно не может быть показателем девственности. Мифов о сексе очень много, и вера в них точно не улучшит вашу сексуальную жизнь. Прямо сейчас разоблачим один из них. И как я вам обещала, мы поговорим в первую очередь про норму секса. Сколько по времени норма? Этот вопрос беспокоит многих. А помню, Павел Крейли писал о том, что норма в сексе это 11 минут. Я не знаю, как к этому относиться. Скажем так, кто-то говорит много, кто-то говорит мало. Но я вам скажу так. Норма в сексе это 2-3 минуты пенетрации. Если 2-3 минуты пенетрации есть, это нормально. Слушайте фоном саммари «Половое воспитание» и узнайте о сексе все. Да-да, всю достоверную информацию от сексолога. Только сейчас. Купите годовую подписку со скидкой 67%. Забирайте промокод TÜBE30, чтобы получить 30 дней бесплатного доступа к этому и сотням других саммари. Переходите по ссылке в описании. Если определять девственность только по наличию или отсутствию плевы, получается, мужчины вообще не могут быть девственниками. Кроме того, женщина может не практиковать проникновение, но использовать другие сексуальные практики. Тогда она тоже девственница? Скорее всего, многие с этим не согласятся. Поэтому ясно одно – девственность не медицинская, а социальное понятие. В культуре девственность считается признаком чистоты и невинности. С ее помощью можно манипулировать женщиной и ее сексуальностью. За нетронутую невесту выкуп больше, чем за ту, у которой уже был секс. Из-за этого возникла травмирующая и унизительная практика – выносить простыни из спальни молодоженов после первой брачной ночи, чтобы родственники жениха увидели кровь. Если девушка была девственницей, но у нее не было крови, то ее предавали позору. Однако, как мы уже сказали, крови после первого проникающего секса не должно быть вообще. Это признак травмы, а не потери девственности. Но почему девственность так ценится? Во многом это связано с религией. Все плотское и телесное считается греховным. А значит, тот, кто не поддался искушению, лучше остальных. Поэтому женщина, которая занималась сексом до брака, считается грязной. Патриархальное общество не способно принять тот факт, что женщины тоже могут быть сексуально активны. Чтобы избежать позора, женщины иногда даже прибегают к гименопластике, операции, которая в народе известна как восстановление девственности. Часто на это идут те, кто столкнулся с сексуальным насилием. Иногда гименопластику делают для мужа. Якобы так он будет получать больше удовольствия. Это следствие еще одного мифа. Считается, что если у женщины было много сексуальных партнеров или она рожала, то мужчине будет сложнее получить удовольствие. Из-за этого появилась еще более страшная вещь – стежок для мужа после родов. Это вид акушерского насилия, когда влагалища женщины ушивают больше, чем нужно, без ее согласия, чтобы мужу было приятно при проникновении. Все это имеет не только физические последствия, но и психологические. С самого детства девочкам внушают, что женская сексуальность отвратительна, а проявлять ее нельзя. Их пугают темами, косвенно связанными с сексом. Не принеси в подоле, или будешь плохо учиться – пойдешь на панель. Все это формирует установку – секс – это плохо, от него одни проблемы. Но сексуальность от этого никуда не исчезает. Рано или поздно либидо дает о себе знать. Начинает проявляться интерес к близости, но запрет на проявление сексуальности провоцирует внутренний конфликт. В итоге у женщины возникают проблемы с принятием себя, в том числе своей внешности, ведь вторичные половые признаки напоминают ей о ее сексуальности, которую она считает грязной и запретной. Таким образом вырастает огромный ком проблем с самооценкой. Формируется скованность и зажатость в интимной близости, психогенная анаргазмия и другие расстройства сексуального плана. Все это придется решать уже на приеме у специалиста, а начинать надо будет с самых основ – изучение собственной физиологии. А какие еще установки мешают сексуальной жизни? Мы можем услышать различного плана установки о том, что секс – это что-то, о чем нельзя даже думать. Мастурбация запрещена, просмотр различных порнографических видео тоже запрещен, это все нельзя, это все грязно, это все говорит о том, что вы не интеллигентный человек, не воспитанный человек и так далее и тому подобное. Там вырастает такой огромный ком из этих установок, который давит на всю вашу психику, на вашу либидо и подавляет ваше сексуальное желание. Смотрите видео-саммари «Секс без проблем» дальше бесплатно, а еще лучше слушайте его фоном, как музыку или подкаст. Представьте, вы просто занимаетесь своими делами, а параллельно получаете готовое мнение эксперта. Главное, не забудьте активировать промокод ТЮБ30 и 30 дней бесплатного доступа ваши. А еще только сейчас приобретите годовую подписку со скидкой 67%. Переходите по ссылке в описании и узнаете все подробности. Мужчины тоже подвергаются дискриминации из-за девственности. Только им, наоборот, нужно лишиться ее как можно скорее. Слово «девственник» используют как оскорбление. Некоторые отцы или другие родственники покупают услуги секс-работниц для своих сыновей, чтобы они избавились от унизительного клима. О мнении и желаниях самого мальчика никто не спрашивает, хотя такая практика может привести к психологическим травмам. Девственность возводит практически в культ. Поэтому вокруг нее выстраивается множество теорий, которые подчеркивают ее ценность. Самая известная из них – теория телегонии. Это опровергнутая псевдонаучная концепция, которая говорит о влиянии предыдущих партнеров на генотип потомства. То есть каждый мужчина, оставляя свое семя внутри женщины, передает ей генотип, который по логике создателей теории впитывается в матку и хранится до лучших времен, чтобы передаться потомству. Среди последователей телегонии есть также те, кто выделяет особую роль мужчине, который лишил женщину девственности. То есть его гены будут проявляться у детей сильнее всего, даже если дети будут от другого мужчины. Ну, во-первых, матка не губка и ничего в себя не впитывает, тем более генотип. Во-вторых, теория полностью отрицает существование средств контрацепции. В ней не упоминается, что будет, если половой акт происходил с презервативом. И самое главное, генетика так не работает. У сперматозоида только два пути. Он или оплодотворяет яйцеклетку, или погибает. Он не может изменить генотип никакой другой клетки. Однако такие теории, как телегония, дают простые и понятные схемы, которые строятся на стереотипах, известных уже много веков. Поэтому поверить в них куда проще, чем в генетику. На самом деле, секс ничего в вас не меняет. Ни генетику, ни вашу личность. Первый сексуальный опыт не делает вас хуже или лучше и никак не определяет вашу ценность. Какие мифы о сексе вы помните? И какие ролики на эту тему хотели бы видеть у нас на канале? Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok